МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Итальянский театр военных действий Второй мировой войны принёс очевидное разочарование союзникам. Наступление в Центральной горной Италии шло туго, медленно. Десанты южнее Рима принесли большие потери англо-американским войскам. Решиться на десантную операцию где-нибудь в Северной Италии, в районе Генуи союзники не могли, потому что помнили о кровавых уроках Анцева и Барри. К тому же в Италии малоопытным генералам союзников противостоял один из самых талантливых немецких командующих фельдмаршал Альберт Кессельвин. Кстати, Гитлер очень поздно оценил способности этого фельдмаршала, назначив его главнокомандующим на Западном фронте только в марте 1945 года, когда было уже поздно по всем статьям. Особенно сильно в Италии были разочарованы американцы. Ведь это Черчилль постоянно стремился в Италию, чтобы через нее пробиться в Австрию, на Балканы и тем самым остановить ход наступательной Красной Армии в Европе. Но, по-моему, стратегически после взятия Сицилии союзникам вообще не надо было вторгаться в континентальную Италию, ограничившись угрозой высадки. Кстати, подобная же ситуация возникла у нас в Крыму. Зачем его надо было штурмовать? При этом в штурме погибло несколько сотен тысяч русских солдат. В то время как, если бы Красная Армия ограничилась блокадой вместе с Черноморским флотом, то, безусловно, 17-я немецкая армия, которая при штурме успешно переправилась в Румынию, залазь бы в плен целиком, без потери русских солдат. То же самое ведь мы знаем из опыта войны произошло в Курляндии, где очень большая группировка вермахта сдалась в плен, хотя и после капитуляции Берлина, но зато без потерь наших собственных армий. Не знаю, что мешало нашим командующим думать. Может быть, тяжелые страхи, пережитые в 1941-1942 годах. Субтитры создавал DimaTorzok В начале апреля Красная Армия начала наступление на территории северо-восточной Румынии. Формально Румыния была монархией, во главе которой стоял 22-летний король Михай. Но власть в стране полностью сосредоточилась в руках маршала Йона Антонеску, который уже никаким образом не смог бы выпасть из гитлеровской военно-политической колоды. Румынские войска в начале апреля находились в Крыму, обороняли Одессу и Молдавию. Антонеску встретился с Гитлером, и фюрер, которому румынские нефтяные источники не давали покоя с самого начала Второй мировой войны, пообещал маршалу, что вермахт будет оборонять румынские пределы и не даст Красной Армии захватить Бухарест и Плоешти. Группировка немецких войск Румынии была усилена за счет эвакуации нескольких дивизий из Крыма. Командующим Гитлер назначил генерала Ганса Фристнера, имевшего оборонительный опыт в Прибалтике. Определенная часть политической элиты Румынии, включая короля Михая, испытывали серьезные иллюзии еще с 43-го года по поводу того, что англо-американские войска в случае своей высадки на Балканах придут к границам Румынии раньше, чем это сделает Красная Армия. Теперь эти иллюзии развеивались как дым. В этой ситуации 12 апреля 1944 года Сталин сделал сильный ход. В тот день Москва объявила о своих предварительных условиях для советско-румынских мирных переговоров, в результате которых между СССР и Румынией должен был быть заключен мир. Советский Союз объявил о том, что основой для этих переговоров должны стать территориальные границы, существовавшие на момент начала войны летом 1941 года. Более того, в специальном заявлении подчеркивалось, я цитирую, «Советский Союз не имеет намерения изменить существующий социальный строй Румынии и ущемить каким-либо образом независимость Румынии. Действительно, тогда для этого просто еще не пришло время. Но король Михай и значительная часть политической элиты после этого заявления советского правительства окончательно отшатнулись от Антонеску». Особое положение в войне заняла стратегическая авиация Соединенных Штатов. К весне 1944 года она получила на вооружение новый бомбардировщик Б-29 «Летающая крепость». Девятиместный самолет, вооружение – одна пушка и восемь пулеметов, высота полета – 11 150 метров, дальность с полной бомбовой нагрузкой – 9 тонн, 3140 километров. Бомбардировщики союзников в течение одного боевого вылета подвергались нескольким атакам германских истребителей. Чтобы избежать больших потерь, авиационные генералы предложили организовать челночные бомбардировки, когда самолеты не разворачиваются над Германией для обратного полета, а продолжают движение на восток и садятся на аэродромах Советского Союза, где у них будут подготовлены специальные базы. Тяжелые летающие крепости не на всяком аэродроме смогут приземлиться без потерь. Одним из любопытных сюжетов, связанных с военным сотрудничеством участников антиглитровской коалиции в годы Второй мировой войны, была история создания на территории Советского Союза авиационных баз, которые использовались американцами для челночных бомбардировок. Базы были расположены под Полтавой и в ста километрах западнее, в Миргороде, заметим в местах, талантливо воспетых Николаем Васильевичем Гоголем. Американские летающие крепости, поднимаясь с аэродромов на территории Италии, должны были сбрасывать свой смертоносный груз на заводы, нефтепромыслы, другие военно-стратегические объекты в Венгрии и Румынии, затем совершать посадку в Полтаве и Миргороде дозаправляться, довооружаться и затем проделывать обратный путь. Базы эти реально стали использоваться только летом 1944 года, буквально за несколько дней до высадки союзников в Нормандии. Но весной 1944 в Полтаве и Миргороде шла очень серьезная подготовительная работа, которая потребовала немалых сил и средств. 20 апреля премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заявил, если бы операцию «Оверлорд» пришлось планировать мне, я подождал бы с ее началом до тех пор, пока Норвегия не будет очищена, Турция втянута в войну, а Дунай не окажется под угрозой захвата. Черчилля все еще тянуло на Балканы. К тому же британский премьер начал беспокоиться о судьбе Норвегии, которая, что уже нельзя было исключать, могла быть очищена и одной Красной Армией. Но уже и на самой английской земле возникал могучий фактор, способствующий обязательной высадке во Франции, кроме планов, договоров и обязанностей. В юго-западной Англии возникла плотная концентрация войск и военной техники, которая самим своим существованием и накопленной энергией требовала выхода и подталкивала политическое руководство к проведению крупной десантной операции на европейском континенте. В апреле в Атлантике полным поражением подводного флота Германии завершилась конвойная война. Да, немецкие субмарины стали применять шнорхель, приспособление для подачи воздуха без всплытия на поверхность. Но в целом превосходящие военно-воздушные силы союзников и противолодочные корабли не давали немецким подводникам атаковать караваны судов. В Северной Атлантике за апрель было зафиксировано 20 воздушных атак против германских подводных лодок. Две субмарины были потоплены. Немецкое командование стремилось рассредоточить рейды лодок между крайним югом и севером. Но и там противолодочная оборона была на высоте. В начале апреля в Арктике в суровых условиях 17 немецких подводных лодок в течение 48 часов преследовали и атаковали союзнический конвой. Выпустили по нему 18 торпед, но не добились ни одного попадания. Эскортные же корабли уничтожили три германских субмарины, а конвой без потерь прибыл в Мурманск. Немцам оставалось только уповать на чудо или на новую подводную технику. 20 апреля, в день рождения Гитлера, со стапеля в Германии была спущена на воду первая подводная лодка 21-й серии. За весь 1943 год в Германии было построено 284 подводных лодки, а немцы потеряли при этом 240 субмарин. В 1944 году число потерь стало превышать количество построенных лодок. Кризис подводной войны Германии был связан прежде всего с техническим отставанием немецких субмарин от технического прогресса противолодочной обороны. Лодки 21-й серии вновь обещали Германии преимущество в битве за коммуникации в Атлантическом океане. Это были настоящие крейсерские подводные лодки, истинные электросубмарины, потому что скорость подводного хода 21-й серии лодки превышала скорость надводного. Под водой эта лодка могла идти со скоростью 17,5 узлов, а над водой 15,5. При этом глубина погружения была 270 метров. Надо учесть, что подводная лодка 21-й серии могла и преследовать корабли противника под водой, не всплывая на поверхность, и атаковать их с безопасной глубины в 50 метров. Да, немецкие конструкторы в этом проекте значительно опередили свое время, но проблема Германии была в другом. Дело в том, что к этому времени средний возраст офицеров-подводников германского флота снизился до 21-го года. Это говорило о том, что кадров не хватало для этих совершенных подводных лодок, а те, кто могли бы навести ужас на коммуникациях врага, уже давно лежали на дне морей и океанов. Технически лодки 21-го проекта были очень сложным произведением, и готовить квалифицированные экипажи для них немцы просто не успевали. Лидер Итальянской социальной республики Соло Бенито Муссолини выступил с радиообращением к итальянскому народу. Дучо вспомнил все успехи фашистского правления в Италии, обвинил западные плутократии в том, что они коварно вмешались в процесс достижения всеобщего счастья и своей агрессии несут разрушение и смерть итальянцев. Никакого выхода из тупика Муссолини не предлагал, кроме беспощадной борьбы и невнятной надежды на крепость германо-итальянской дружбы. Но в Италии не любят слов беспощадно, смертельно, до последнего мгновения и тому подобное. Японская армия в Китае в апреле начала наступательную операцию КО, Пекин-Ханькоускую. Комендановской армии почти в два раза превышали силы японцев, у которых к наступлению подготовились 148 тысяч солдат и офицеров и всего одна танковая дивизия. Тем не менее, японским войскам, перешедшим наступление 17 апреля, к концу месяца удалось разгромить несколько армий Чанкайши, переправиться через реку Хуанхэ и продолжить движение на юг. 15 апреля скончался талантливый советский полководец генерал армии Николай Ватутин. Ватутин был смертельно ранен в бою с украинскими националистами. 8 апреля Япония в очередной раз предложила Советскому Союзу посредничество для заключения перемирия с Германией. СССР через 4 дня отверг предложение Японии. Советская Ставка издала директиву о переходе к обороне Ленинградского, Третьего Прибалтийского и Второго и Третьего Белорусских фронтов. Король Италии Виктор Эммануил Третий заявил, что готов удалиться от дел, как только союзники войдут в Рим. Первая танковая армия генерал-полковника Михаила Катукова преобразована 25 апреля приказом маршала Сталина в Первую гвардейскую танковую армию. 20 апреля исполнилось 55 лет фюреру германского народа. Пышных застолий, парадов и демонстраций на этот раз не было. Дела Германии шли плохо. Ближайшие соратники Гитлера поздравили его в Ставке в Восточной Пруссии и преподнесли подарки. Геринг подарил 4 живописных полотна немецких художников-неоклассицистов второй половины XIX века. Неоклассицизм любимый стиль Гитлера. Гебель заботливо поддерживал миф о великом фюрере. Выступая в Берлине в Доме оперы, он заявил, что нельзя оценивать состояние войны по ее нынешнему плачевному состоянию. Все еще может измениться в один волшебный миг, особенно если к этому мигу будет приложена великая воля фюрера. Надо только, чтобы вся нация поддерживала его. Гитлер в этот день 20 апреля вечером разлагольствовал в кругу своих приближенных и заявил, что очевидно, он, Гитлер, будет последним великим государственным деятелем, который стремится построить в центре Европы мощное национальное государство, если только продажные американцы и советские большевики не помешают исполниться этой великой миссии. В этот день Гитлер не показывался на публике, не выступал по радио, и в Германии поползли слухи о том, что он тяжело заболел или даже уже умер. На южном фланге советско-германского фронта Вермахт вместе с румынскими войсками терпел одну неудачу за другой. 10 апреля была освобождена Одесса. 4-й Украинский фронт и отдельная Приморская армия продолжали освобождение Крыма. 2-й Украинский фронт Конева продвигался уже по территории Румынии. 1-м Украинским фронтом теперь командовал маршал Жуков. Войска этого фронта вместе с правым флангом армии 2-го Украинского окружили в районе города Каменец-Подольска 200-тысячную 1-ю танковую армию генерала Ганса Хубе. 2-го апреля Жуков предъявил окруженным ультиматум, в котором требовал немедленной капитуляции и в случае продолжения сопротивления угрожал расстрелом каждого третьего пленного. Затем советский маршал изменил формулировку и сообщил немцам, что расстреливаться В районе местечка Лацкоруни остался 15-километровый неприкрытый разрыв между войсками Жукова и Конева. Но самую главную ошибку Жуков сделал в другом. Он пропустил то очень существенное обстоятельство, что в последних числах марта и в первых числах апреля 1944 года на Восточный фронт именно как раз для де-блокады армии Хубе прибыл 2-й танковый корпус СС обер-группенфюрера Пауля Хаусера, который состоял из двух элитных танковых дивизий СС. 9-й танковой дивизии Хохенштауфен и 10-й танковой дивизии Фрунсберг. Утром 4 апреля 1944 года, когда истекал срок Жуковского ультиматума, командующий 1-й танковой армии Вермахта генерал Ханс Хубе нанес неожиданный удар сильным танковым кулаком в западном направлении по направлению Начертков и Бучач. Жуков бросил под танковый Хлингхубе разрозненные соединения части состава 1-й гвардейской 18-й и 38-й армии. Но все эти стрелковые соединения подразделения не имели артиллерий, вбой вступали с марша и легко сметались немецкими танкистами с линии прорыва. На следующий день 5-го апреля Хаусер нанес мощный удар силами 2-го танкового корпуса СС из района юго-восточной Львова навстречу прорывающейся группировке Хубе. Легко Хаусер смел с лица земли две слабых советских стрелковых дивизий состава 18-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Афонина. Никто до сих пор не знает, сколько бойцов и командиров погибло в составе этого корпуса, которые пытались почти что голыми руками остановить СС-овцев Хаусером. 7-го апреля в районе Бучача немцы встретились. Хубе вывел из котла 21 дивизию, почти 200 тысяч человек. Гитлер в восторге произвел Хубе в генерал-полковнике и наградил его Рыцарским Крестом. Вставку Жуков небрежно донес о том, что из каменец подольского окружения вырвалось несколько десятков танков с десантом противника на броне. По иронии судьбы 10 апреля 1944 года и Сталин наградил Жукова только что учрежденным орденом победа под номером 1. Не лишним, наверное, будет добавить сказанного, что разгромленная только по докладу Жукова первая танковая армия Вермахта еще долго будет держать фронт и наносить Красной Армии тяжелые потери. Как ей только это удавалось, если маршал Жуков полностью разгромил ее под украинским городом Каменец-Подольском? Как? Да ведь доклады этого маршала часто не соответствовали действительности, а его величание окрашено реками крови русских солдат. В апреле на ракетном испытательном полигоне Пенемюнде состоялись завершающие пробные пуски ракеты А4, начиненные одной тонной взрывчатки. Пуски продемонстрировали вполне достаточную управляемость, точность в завершающей стадии полета. Гитлер приказал начать в ближайшие месяцы ракетные удары возмездия по Лондону. Почему не на Восточном фронте? Во-первых, фюреру необходимо было чем-то ответить на разрушительные бомбардировки англо-американской авиации германских городов. Во-вторых, на Восточном фронте основные промышленные объекты были вне зоны досягаемости ракет. А в-третьих, Гитлер в этот период войны был буквально одержим ненавистью к английской плутократии и лично к Черчиллю, а Сталина фюрер начинал уважать. В советской ставке весной 1944 года создавались стратегические планы летней кампании. При всей очевидности успехов Красной армии на Украине эта дорога к жизненно важным германским областям не вела. Следовало обратить внимание на группу армии вермахта Центр, державшей оборону в Белоруссии. После ее разгрома и выхода в Польшу можно было поставить перед собой главную цель Германия и ее столица Берлин. Весной ставка начала усиливать белорусские фронты, постепенно переходя к обороне перед главной операцией лета 1944 года. За исключением 4-го Украинского фронта, в состав которого 15 апреля была передана Приморская армия. Фронт Толбухина продолжал битву за Крым. Приморская армия освобождала Восточный и Южный Крым, а 51-я армия двигалась с севера. Особая статья войны это крымские партизаны. После захвата немцами Крыма советские партизаны были оттеснены в горы. При откровенно враждебном отношении татарского населения партизаны потеряли базы снабжения источники воды, которой в горах полуострова мало. В первую военную зиму крымские партизаны терпили невероятные лишения. Холод, голод, вплоть до людоядства. После падения Севастополя партизанские отряды пополнились испытанными бойцами, не сумевшими эвакуироваться, бежавшими из плена и частью русского населения, испытавшего на себе крайнюю жестокость татарских мусульманских отрядов самообороны. В апреле 1944 года партизанское движение в горах Крыма представляло значительную силу. Партизанские отряды еще до подхода войск 4-го Украинского фронта освободили такие города как Алушта, Ялта и Бахчисарай. По здравому рассуждению воевать за Крым к апреле 1944 года не имело смысла ни Гитлеру, ни Сталину. Настолько второстепенным было значение Крымского полуострова. Однако мы забываем то, что Вторая мировая война была в первую очередь борьбой двух противоборствующих идеологий, перед которой военная целесообразность не имела никакого значения. Гитлер капризно требовал удержания Крыма по соображениям сохранения политического престижа, в первую очередь в глазах Турции и Румынии. Однако после того, когда советские войска вышли на пруд и советско-румынскую границу, этот престиж ронять было все равно уже некуда. Запертая в Крыму 17-я армия вермахта генерал-полковника Эрвина Енеке в апреле 1944 года насчитывала в своем составе 195 тысяч человек, менее 150 самолетов и около 200 единиц бронетехники, всего 5 немецких и 7 румынских пехотных дивизий. Советской ставке нужно было просто отрезать крымский полуостров, наглухо закупорить выходы из него и развивать наступление в западном направлении. 17-я армия бы сложила оружие рано или поздно по причине безвыходной ситуации, а ее морские коммуникации возможно было блокировать при помощи активных действий с воздуха и операций Черноморского флота. Однако товарищ Сталин недаром сказал, что нет таких крепостей, которые бы не могли взять большевики. Крым был крепостью, и его требовалось штурмовать по соображениям идеологического престижа. Так как брали Киев в 1943 году, и так как будут брать Берлин в 1945 году. В Югославии гражданская война уже сожгла все мосты возможных объединений и союзов. Великобритания решила сделать ставку на тех, кто вносит наибольший вклад в борьбу с нацистской Германией. Это вполне соответствовало интересам Советского Союза на Балканах в тот период войны. Англичане перестали поддерживать югославского короля Петра и генерала Драголюба Михайловича, которые, кроме усташи по величию немецких оккупантов, видели своих врагов и в коммунистах под водительством маршала Броз Тита. Весной 1944 года именно армии Тита стали регулярно получать английское и советское оружие. Гражданская война в Югославии выдвинула бесспорного лидера. В апреле 1944 года в Москву прибыла военная миссия, посланная Иосипом Брос Тита. Своеобразие сложившейся ситуации заключалось в первую очередь в том, что югославский посол в Москве, посол королевского правительства, признал Тита в качестве не только верховного, но, самое главное, легитимного правителя Югославии и использовал дипломатической практике титовскую символику и, в частности, известный флаг со звездой. Это, что, естественно, привело к целому ряду эксцессов. Так, в частности, был случай, когда из Лондона в Москву приехали два югославских дипломата. Их на аэродроме встречала посольская машина, на капоте которой был укреплен титовский флаг. Дипломаты потребовали от шофера, чтобы флаг был немедленно удален, но на это требование последовал отказ. В итоге дипломаты не смогли воспользоваться посольской машиной и бог весь как добирались от аэродрома до Москвы. В посольство они не поехали, поселились в гостинице «Националь», прожили там несколько дней и затем были отозваны в Лондон. Ставка Сталина на Иосифа Бростита и Национальный комитет освобождения Югославии была сделана окончательно и бесповоротно. 16 апреля средь бела дня американские летающие крепости с аэродрома в Италии нанесли неожиданный мощный бомбовый удар по югославской столице Белграду. Бомбардировки подверглись центральные жилые кварталы города. Было убито два немецких солдата и более двух с половиной тысяч мирных жителей Белграда. Зачем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok